2 мая 1945 года, Берлин. На центральную улицу выносят обгоревший труп главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. Обугленное тело все же узнаваемо, его желтый галстук со свастикой, который почему-то не сгорел, военный переводчик-лейтенант Елена Ржевская запомнит на всю жизнь. Казалось, эта шелковая петля стягивает шею Геббельса. Приемы тиражирования самой отъявленной лжи, придуманные этим человеком, геббельсовская пропаганда сделали его имя нарицательным. Но в те минуты и Ржевскую, и миллионы других людей больше всего волновал вопрос, где же Гитлер? Именно с его личной кончиной связывали крах Третьего Рейха и конец войны. Именно он был главным живым воплощением и символом нацизма, который принес миру столько горя. И найти Гитлера в те дни в Берлине мечтал каждый. Но сделать это было суждено именно лейтенанту Ржевской. На Нюрнбергском процессе, открывшемся 20 ноября 1945 года, в списке главных преступников под номером один значился Геринг. Что это значит? Неужели главным обвинителям было известно, что Гитлер уже мертв. Или что он недосягаем? Этот казус породил массу нелепых предположений. Военный переводчик Елена Ржевская два десятилетия после победы хранила секрет гибели Адольфа Гитлера. Подробности его смерти были приравнены к государственной тайне, и за разглашение грозил срок до 15 лет. И все же наступил момент, когда Ржевская решилась их опубликовать. Елена Моисеевна сделала это потому, что была убеждена, народ, который так много отдал для победы над фашизмом, имеет право знать, как закончил свою жизнь самый кровавый диктатор 20 века. 1 мая 1945 года. Берлин. Красная армия ведет ожесточенные бои в центре горящего города. Начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал Крепс прибывает на переговоры с попыткой заключить перемирие и сообщает советскому командованию сенсационную новость. Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. Со слов Крепса это произошло накануне 30 апреля. Но где же труп фюрера? Немцы утверждают, тело сожжено на костре. Однако в заявление о смерти Гитлера советская сторона не верит. Газета Правда называет утверждение о самоубийстве фюрера очередным фашистским трюком. Утром 2 мая 1945 года штурмовые отряды Красной армии, постоянно вступая на ходу в перестрелки, врываются в имперскую канцелярию. Здесь, в подземелье, последнее убежище Гитлера. Войдя в имперскую канцелярию, мы, конечно, прежде всего были заинтересованы, где Гитлер. Был ли тут Гитлер в самом деле? И где он сейчас? Там даже опасно было, потому что стрельба продолжалась. Из воспоминаний военного переводчика Елены Ржевской. Путаясь в темных коридорах подземелья, группа контрразведчиков СМЕРШ находит апартаменты Гитлера. Но комнаты пусты. И тут, в двух метрах от выхода из бункера, разведчики натыкаются на два полуобгоревших трупа. Это Геббельс и его жена Магда. Акт об обнаружении тел подписывают коллеги Ржевской из особой группы контрразведчиков, подполковник Клименко, майоры Хазин и Быстров. Майор Быстров даже как-то сказал, еще мы были в Польше, когда мы войдем в Германию, я отыщу Геббельса, я поймаю Геббельса. Тогда это было смешно слышать, неизвестно было, будет ли наш путь лежать на Берлин. Но случилось именно так. Из воспоминаний военного переводчика Елены Ржевской. 25-летняя Елена Ржевская в бункере Рейхсканцелярии допрашивает свидетелей, рассматривает кипы документов, нужно найти хоть какие-то зацепки, которые помогут пролить свет на судьбу Гитлера. Среди бумаг Елена находит дневник Геббельса. Эти записи, демонстрирующие превращение образованного и утонченного человека в нелюдя, будут будоражить воображение Ржевской многие годы. Так что она даже решится написать книгу «Портрет Геббельса» на фоне его дневника. Ржевская в бункере наспех пролистывает тетради, списанные убористым почерком министра фашистской пропаганды. Как вдруг ей сообщают об очередной страшной находке. В одной из комнат подземелья найдены трупы шестерых детей Геббельса. Они были как живые, буквально будто они спящие. У них на щеках был румянец. Это такое свойство яда, цианистого калия или синильной кислоты. Дети – это страшно. Совершенно уцелевшие дети, которые были похожи на просто спящих. Это было просто мучительно видеть. Из воспоминаний военного переводчика Елены Ржевской. На допросе эсэсовский врач Гельмут Кунц рассказывает Елене, что их умертвила собственная мать, Магда Геббельс. 3 мая 1945 года. Поиски Гитлера продолжаются, но уже под завесой тайны. Сталин приказывает засекретить всю информацию, связанную со смертью фюрера. «Все прекратилось, абсолютная тайна. Я осталась одна, при этом из людей, которые предназначены переводить. Но я была не просто свидетелем. Я была очень активным участником». Из воспоминаний военного переводчика Елены Ржевской. «Елена снова, метр за метр, просматривает опустевшее подземелье под имперской канцелярией», – допрашивает свидетели. «Тело Гитлера могли сжечь в саду рейхсканцелярии. Но как найти место сожжения, когда вокруг сплошь изрытая бомбами земля, покореженные деревья, обвалившиеся стены?» Одна засыпанная воронка обратила на себя внимание. Боец Иван Чуваков обнаружил свежую рыхлую засыпку. Под его тяжестью она осела в какой-то мере и показался кусок серого одеяла, из-под которого была видна чья-то нога. Начали подкапывать дальше и вытащили на поверхность труп мужской и труп женский. Они были обгоревшие, очень сильно. Из воспоминаний военного переводчика Елены Ржевской. Обгоревшие трупы опознать было невозможно, к тому же разведчиков смутило наличие женщины, о Еве Браун тогда мало кто знал. Начальник группы, подполковник Клеменко, приказал бойцам тела снова закопать. Официально тела Гитлера и Евы Браун были обнаружены не 3, 4 мая 1945 года. По удачному стечению обстоятельств в это время был задержан эсэсовец из личной охраны Гитлера Гарри Менгерсхаузен. Он видел, как 30 апреля адъютант фюрера Гюнше и слуга Линге вынесли трупы Гитлера и Евы Браун в сад, положили в ту самую воронку, облили бензином и подожгли. Поисковая группа исправила свою ошибку и вскоре останки Гитлера и Евы Браун были в распоряжении советских экспертов. Елена была уверена, новость об успехе их группы вот-вот облетит весь мир. Такие, если можно так назвать, события преступно было скрыть от всего мира, от своего народа, который столько отдал силы, жизней на то, чтобы разгромить ненавистного врага. С негодованием Елена читает в советской прессе заметки, что Гитлер где-то скрывается. Командование уже почему-то не одобряет рвение разведчиков. В поисковой группе, которую возглавляет полковник Горбушин, к этому времени остаются только майор Быстров и переводчик Ржевская. Все остальные отстранены и направлены на другие задания. Складывалось впечатление, что в Ставке просто решили предать Гитлера забвению. В такой ситуации личная инициатива могла привести к опасным результатам. В начале мая центральный квартал Берлина переходит в ведение соседей, 5-й ударной армии генерал-полковника Николая Эрастовича Берзарина. Нужно было срочно вывозить трупы Гитлера и Евы Браун из имперской канцелярии. Не оставлять же трофеи другим. 6 мая в 4 часа утра тела, завернутые в простыни, попартизанские похищают, перебросив в обход часовых через забор и увозят на экспертизу. Вскрытие останков Гитлера показывает, смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями. Во рту обнаружены кусочки стекла от ампулы с ядом. Остается выяснить, действительно ли это труп Гитлера. Но как? 8 мая 1945 начальник поисковой группы полковник Горбушин вызывает Елену и протягивает ей коробку из-под папирос герцеговина Флор. В ней зубы Гитлера. За их сохранность лейтенант Ржевская отвечает головой. 9 мая 1945 года. Берлин. В городе миллион беженцев, многие здания разрушены. А военный переводчик Ржевская и полковник Горбушин выезжают на поиски личного стоматолога Гитлера. Однако профессор Блажке, который лечил фюрера и Еву Браун, уехал из Берлина, как и многие, кому хорошо жилось в Третьем Рейхе. Но в его приемной советским офицерам навстречу выходит ассистентка профессора Кетти Хойзерман, которая согласилась сотрудничать. Ее описания зубов полностью совпали с фрагментами челюсти. Кетти Хойзерман привела группу Горбушина к зубному технику Фрицу Эхтману. Он изготавливал коронки и для Гитлера и Евы Браун. Свою работу тот узнал сразу. Материалы расследования и неопровержимые доказательства смерти Гитлера, его зубы вскоре были отправлены в Москву. Но придавать результаты следствия огласке Сталин не собирался. Эта банальная смерть Гитлера унижала вождя. Кетти Хойзерман и Фриц Эхтман, как свидетели смерти фюрера, были немедленно забраны в Москву, очень долгое время сидели в тюрьме. Ну а далее – бессрочные лагеря. Долгие послевоенные годы Елена Ржевская даже от родных и близких скрывала, участницей каких событий она была в Берлине в мае 1945 года. Лишь после смерти Сталина книга Ржевской записки переводчика была опубликована. А артефакт убийственной силы, зубная челюсть Гитлера, как историческое доказательство, до сих пор хранится в коробке из-под сигарет, правда другой марки в архивах ФСБ. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!